Владимир Бохан Владимир Бохан Владимир Бохан Владимир Бохан Вот сегодня, например, если бы вы мне сказали, пойди занимайся бизнесом, я бы сам себе сказал бы, нет, я, наверное, не пойду. Хотя, когда ко мне приходят за советом и просьбой, я говорю, не бойтесь, идите вперед. А сам думаю, блин, а как мы тогда не боялись? У меня есть несколько советов для предпринимателей. Я считаю, что прежде всего мы должны сформировать стратегию своей жизни. И существует такое правило, называется правило шести стратегий. Это экспресс-стратегии. Как это происходит? Мы, каждый предприниматель, для себя определяем стратегию бизнеса или стратегию жизни. Это наша стратегия. Помимо этого, мы находим пять предпринимателей, которые нам кажутся успешными, которые, ну, это именно нам кажутся. И мы к ним подходим, к каждому в отдельности и просим помочь в определении нашей стратегии. И все вопросы, когда мы с ними обсуждаем свою ситуацию, свой бизнес, мы не должны с ними спорить. Иначе появится наша же стратегия. Мы должны обращаться к этим старшим товарищам, успешным, чтобы они просто нам советовали. И все вопросы на уточнение. И у нас будет своя стратегия и еще пять стратегий успешных людей. Следующее, что очень важно. На мой взгляд, очень важно находиться в среде предпринимателей. Я рекомендую всем предпринимателям, как минимум, быть в одном отраслевом сообществе. Вот если вы занимаетесь, например, там, легкой промышленностью, что-то производите, вот надо найти, значит, такое сообщество профессиональное, где собираются по этой отрасли специалисты. Это, как правило, федеральные сообщества. А на местном уровне, например, в Архангельске, я рекомендую вступить абсолютно в любое бизнес-сообщество, которое есть. Потому что люди, бизнесмены, которые находятся на одной территории, которые, в принципе, знают друг друга через друзей, через знакомых, начинают общаться, появляется доверие. И в такой среде легче развиваться. Мне в жизни очень повезло. Дело в том, что в начале этого века, в конце прошлого, так получилось, что мы встретились с очень интересными консультантами, как российскими, так и иностранными. И эти люди просто взяли и рассказали, что нас ждет. Потому что в России рынку порядка 30 лет всего, а мировая история рынка, конечно, это 200-300 лет. Их подсказки нам очень сильно помогли. Мы увидели будущее. Вот представьте, на какой-то миг взять и оказаться на 25 лет назад. Согласитесь, с этими знаниями, ну, кто помладше, тогда на 15 лет, чтобы вообще не уходить в младенчество. И вот представляете, с этими знаниями, если бы мы оказались 25 лет назад, что бы мы сделали? Каждый из нас говорит, вау, я бы столько всего изменил. И когда мы в это погрузились, разобрали все вот это будущее. И возвращаемся сюда, и мы как будто прилетели на машине времени, думали, ой, как легко на самом деле. Поэтому я предлагаю обязательно думать о будущем. Слушайте и изучайте те компании, которые впереди, которые мощнее, сильнее в вашей отрасли, которой вы занимаетесь. Несколько лет мы ведем, помогаем в программе «Ты предприниматель». И я смотрю, когда мы рассказываем молодым предпринимателям, начинающим, видим их ошибки, и они исправляют их, и у них получается, вот это вдохновляет. А сейчас, когда мы запустили проект «Школа», «Дети в деле», ну, это вообще классно. Успехи детей очень сильно вдохновляют. Допустим, у меня сын, у 22 года, он бизнесмен. Дочке 19 лет, она владелец своего спортивного клуба «Крылья». То есть сегодня она чемпион мира, чемпион Европы. И смотришь, когда горит, занимается спортом и при этом еще занимается бизнесом, очень сильно вдохновляет. А младший, понимаете, вот он еще не определился. Я говорю, чем ты будешь заниматься? Посмотри на брата, на сестру, а он не определился. Вот бывает такое, что третий ребенок вот такой, да. Ну, когда все узнают, что ему всего еще 3,5 года было, когда мы эту тему обсуждали, все, конечно, улыбались. Поэтому энергетика от детей, она очень сильно помогает и заряжает.